Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах. И в этот знаменательный год для Екатеринбурга один из районов города тоже праздновал свой юбилей. Кировский район отпраздновал 80-летие. Не только в свой исторический день рождения, 25 июня, но и в течение всего года проходили торжества. Самое время подводить итоги. Да, мы об этом поговорим с главой администрации Кировского района Владимиром Юрьевичем Бориковым. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, для начала хотелось бы в декабре, как обычно, подвести какие-то итоги уходящего года. Каким для Кировского района был 2023? Юбилейный год был достаточно насыщенным для города Екатеринбурга, для Кировского района. Проходило очень много праздничных мероприятий. Мы провели все традиционные плановые мероприятия. Они все проходили под девизом 80-летия района. Все прошло празднично, красиво, эффектно. Мы поздравили жителей нашего района, руководителей, поблагодарили за работу в течение всех этих лет, вручили награды. Проходило много мероприятий. Я считаю, что мы провели все мероприятия достойно. Хорошо. Но день рождения все-таки такой праздник, в который принято дарить подарки. Что-то было подарено вам? Или, возможно, вы подарили что-нибудь жителям? Району подарили, понятно, предприятия района участвовали в этих мероприятиях, в этих акциях, которые мы проводили в течение всего года. Во-первых, строители, как всегда, впереди планеты всей. У нас идет активная застройка жилых комплексов. Мы уже сдали 10 жилых домов в этом году. И еще три до конца года будут сданы. Мы не отстаем от всего города Екатеринбурга. Для примера, предприятие Умекон подарило району и городу в честь юбилея сквер Наладыгина-8. Он называется сквер Молодоженов. Это точка протяжения молодоженов во время регистрации. После это хорошая фотозона, которую можно посмотреть, отдохнуть и сделать красивой памятной фотографией. Мы планировали и выполнили это обещание. Поставили арт-объект. Это символ района, это птица, потому что на карте города Екатеринбурга очертания Кировского района напоминают птицу. И на старом Сибирском тракте стоит подсвеченное вечером подно арт-объект, на котором написано «Кировский район». Это тоже жители и района, и города, я думаю, надеюсь, оценили. Много других традиционных подарков, чем мы занимаемся. Это и новые отремонтированные дороги, и тротуары. Это наша работа текущая. Но тем не менее, мы ее приурочили и постарились сделать красиво вовремя и чуть больше, чем в 2022 году. Это замечательно. Вот мы знаем, что у Кировского района еще есть своя капсула времени. Скажите, пожалуйста, она заложена так же на 50 лет, как и капсула в Екатеринбурге во всем? Она заложена на 20 лет. По причине того, что через 20 лет Кировскому району будет 100 лет. И мы отправили нашим потомкам послание от маленьких детей, от школьного возраста, от студентов, от совета директоров наших предприятий, от ветеранов, с рассказами о том, как мы живем сейчас и что нас ожидает в будущем, во что мы меряем и на что надеемся. Так, ну мы каратенечко итоги подвели, но в конце года принято строить планы и на будущее. Что-то планируется реализовать в 2024? Ну, во-первых, очень хорошие произошли события в этом году, и они будут реализованы в последующие годы. У нас строится активно школа на улице Советской, школа на полторы тысячи мест. Срок окончания строительства заявлен на декабрь 2024 года. Долгожданный объект, это уникальный проект, такого проекта нет ни в районе, ни в городе Екатеринбурге. Школа действительно будет уникальной. Посмотрите, когда ее построят. Алексей Валерьевич Орлов дал поручение комитету по строительству начать предпроектные работы по развязке на Малышево. Это проблемная точка в микрорайоне ЖБИ, которая требует реконструкции, но для этого надо все поизучать, помониторить, пассажиропоток, движение транспорта, и вот в следующем году начнутся предпроектные работы, а затем, соответственно, проектные. Также на улице 40 лет в ЛКСМ 31 Алексей Валерьевич поручил начать проектирование ФОКа скрытым льдом. То есть там будет ледовая арена, там могут заниматься дети, взрослые, и там будет прилегающая территория, прогулочная зона и так далее. Для сведения у нас до этого не было ни одного крытого льда в районе. То есть ни одного ФОКа скрытым льдом у нас в районе не было. Теперь будет. Здорово. Ну, в новогодний праздник, как раз вы заговорили про ледовую арену, многие ходят на катки открытые в том числе. Куда стоит сходить в Кировском районе в новогодние праздники? У нас 6, соответственно, и 9 катков и кортов на территорию района. Они все залиты и готовы принимать жителей района. Уже сейчас? Да, уже сейчас. Несмотря на холода, все-таки мы эти работы проводим. Мы ждем всех в наших театрах. Кировский район традиционно – это культурный район. Много новогодних мероприятий, новогодних представлений пройдет и в Камерном театре, и в Тюзе, и в Театре музыкальной комедии. Поэтому всех приглашаю посетить наши учреждения культуры, всем известные. Ну, посетить традиционно елку на Высоцкого, у Коско-России. Это наш новогодний городок. Традиционно будет открыт 25 декабря. Ну, я думаю, что елку на площади 5-го года должны посетить все. Ну, давайте что-нибудь пожелаем жителям района в 2024 году. Здоровья, мирного неба, оптимизма, исполнение всех сокровенных желаний. Самое основное – пожелали, собственно говоря, да? А если, может быть, у вас какое-нибудь пожелание на Новый год, чего вам хочется? Наверное… То есть мы всегда думаем про других, а вот для себя что-нибудь. Наверное, стабильности, хорошей погоды, солнечной, отсутствие каких-либо чрезвычайных ситуаций в течение многогодних праздников, что все прошло спокойно, комфортно, и жители нашего района и города действительно хорошо отдохнули. Да. Спасибо вам большое. Мы желаем искренне вам всего исполнения всех ваших желаний и планов. Обязательно, чтобы все осуществилось максимально хорошо, как вы это задумывали, как вы это себе представляли. Я напомню, у нас в гостях был глава администрации Кировского района города Екатеринбурга Владимир Боликов.